так здорово всем ребят гуф уиска скоро начнется короче задержка две минуты сейчас я кофе налью и приду назад пока сейчас на канал будут заходить дождите немножечко а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот... А вот забыл выборочку... Сейчас, короче, канал надо... Блин, сколько у меня сегодня было... Так, ну что ж, ждём сетку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну пока что... Сетки нет, короче, ребят... Сейчас, кстати, надо твич запилить... Всё, стрим начался... Отлично! Твич сейчас проверю, как работает... Так... 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 Так, все, твич тоже захворачил. 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 Так, Минатыч что-то уже ждет. Давайте я, короче, вам сетку покажу. А то сижу, что-то в жало там рассказываю, как бы, а вы ничего не видите. Кстати, поддержка-то вся вчерашняя, между прочим. Так, все, твич тоже захворачил. В общем, нам Шарф Рэнд, Сол Минат, Токанин Култи, Томикус Нут, Хаш Нешт, Блай Касс, Димага Зиги. Но, пока что, пока что сетка есть в описании, где пока что нету кассы, насколько я понимаю. Димага должен прийти. Димага. 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 Так, секундочку. Так, всё, я здесь, пацаны. Извиняюсь. Так, сейчас я возьму ещё раз. Так, всё, я здесь, пацаны. Так, всё, я здесь, пацаны. Ну, стрим будет интересный. Обратите внимание, сколько СНГ игроков в этом финале месяца, просто немеренов. Ну, там есть, правда, снуд и нерч, как бы, и будет тяжело нашим пробиться в самой решающей стадии, но тем не менее. Куда-то касса пропастился, остальные вроде всё начались. Так, всё, я здесь. Кстати, и кореец единственный хаш вообще в сетке сегодня. Так, а СНГ тут, а нет, СНГ есть, с Томикусом играет. Так, всё, я здесь. А, вот, всё, пошёл, онлайт, отлично. А, карта, чёртка. Ну, ладно, я у култи буду, касс пусть асблайм играет. Там стрим есть у касса, может быть, даже и блайт стримит, он обещал стримить кайбл. Вот. А, карта, чёртка. А, карта, чёртка. А, карта, чёртка. А, карта, чёртка. Так, ну посмотрите, что творится. Канин уже начал монстрить, здесь всякие наглые темы. Прокси пошло. Ну очень положительный момент, что култи придет раньше того, как Канин там прокси барак свой достроит. И ему просто надо заказать сейчас кибернетку и все будет нормально. Вот он кибернетку делает, пошел на разведку. Или нет, пилон на рампе прям ставит. Ну да, все правильно, второй пилон на рампе и париться не надо. Так, барак готов. Это рипер, кстати говоря. А что дома? А, дома факта. Ничего себе. Ну, кстати, култи прям здесь и проверяет. Здесь он барак сейчас найдет. Второй гейт заказал. Пробки бустятся. Штука, а не дожди, стеночка пошла. Ну это либо однобазовая какая-то тема, либо я даже хрен знает. Пробка погибнет, это скорее всего, тут барак найден. Да, конечно, погибнет пробка, рипер вышел уже и... Вообще, я думаю, что култи таких, как Канин, должен даже уже сейчас на него уровне как бы выигрывать. Вот, получится или нет, вопрос спешно открытый. И до свидания. Говорит култи, сталкер бустится и робо доделается. Все нормально, короче. Есть циклон у нас уже. Тут пошел Старфор. Ну а Мазеркор полетел сейчас как раз к Канину пока что. Бустится сталкерам. Под рипера может кэши адепта было первым подстроить. С какой-то стороны. Вот он, рипер, залетает. Култи его летел, надо сталкера приводить. Канин спалил что робо? Ну, я не знаю, не дать спалить, конечно, было нереально практически. А вот это уже нельзя позволять было делать. Халяву давать себе рабочих убить. Ну вот, не вовремя култи реагирует. Рабочими можно было рипера поймать. Не получилось, к сожалению. И здесь култи немножечко не достал. Но одного рипера, кстати, минуснул култи. Идет ко второму. Барак взлетел. В общем, везде култи отбился. Здесь у нас инвиз банша пошел култи. Култи култи собирается сделать такую щеню. Ну, пуш не пуш, но призма делается, по крайней мере. Так, рипер пролетает. Проверяю, что происходит. Спалил что варк делается. Канин сейчас. Здесь сталкер заходит. Здесь циклон встречает их. Надо уйти. Нет, без шансов. Пути, что ж ты делаешь? Неужели я этого сталкера тоже убил? Да. Блин, какой циклон жесткий. Он просто два сталкера разбирает вообще без палева. Так, вторая цсэха. Ну, вообще, конечно, потеря вот этих сталкеров привела к чему сейчас? К тому, что вот этот пуш, я бы сказал, будет не совсем. Так, чудесно. Я вообще не видел, как вот Тимурфел построил. Я, конечно, извиняюсь, но я, ворот, первая игра еще не... Пока не ворвался, не вник по ходу дела. Что ты делаешь? Ну, что он делает? Объясните мне. Не понимаю. Да и здесь уже ничего не сделаешь, это факт. Циклоны захватывают призму. Не, ну тут-то она уйдет. Скоро нет. Даже поля и не только снялись, и то не до конца. Что-то марики поставил. Привет вообще, говорится, сплошной. Два марика, минус нет, случись. Барак можно было пока, чтобы он и посидел, потому что... Там, может быть, банша не навыпиливала бы. А в сервере есть. Ну, а в сервере на мейне, вот она, банша висит, кстати. Ваши войска вступили в бой. Подрезал призму, канин, тремя сейчас с этими циклонами. Короче, в итоге у кулут и так себе, на самом деле, начало. А в сервер полетает ко второй базе. А на мейне будет опса? На мейне нет, будет опса пока что. Ну, сейчас поделается и на мейн. Нужно точку сбора поменять. Так, видят, кулут из кулута, тут реально летает. Одну пробку подрезал канин. Ну, и как мы знаем, канин это мех, тиран, как бы, целиком и полностью. То есть, как аверс. Он будет играть мех от начала и до конца. Ну, еще не все потеряно, говорит, для кулуты и парабам. Он там даже на 1 в плюсе, но... Это опасный боевой лимит, как бы, выше у канина. Хоть по одной пробке баншада подрезается. Ну, как бы, все равно вот это ненужные потери. Потому что у кулуты и так ситуация нехтя экономическая и технологическая не очень-то ситуация, на самом деле. Так, третья факторка пошла. Тридцать клоун и четыре делена рейвена. Это у канина здесь дома. Еще банши подстраиваются. Так, вот эти две у него есть. Одна здесь, одна... А вот она, одна за второй базой. Одна там в районе мейна баражирует сейчас. Канин пытается найти, как бы, куда бы подлететь, где бы подрезать что-нибудь. Канин пытается найти. Так, ну, четвёртая фактурка, в общем, Канин это всё по плану, то есть он строит просто юнитов, четвёртую фактурку добавил, три работают, инженерки вообще нет, ну, а хоть здесь ревен есть, всё же Дарки на мейн прилетел бы, Дарки вырезал бы нормально, там на мейне бон. Так, здесь Баншук, Канину сделал култи, занимает третий нитус, не добавляя при этом рабочих, здесь очень здесь стрёмный выход, может быть, с двух бас, вот понимаете, в чём прикол, если Протс не дал Тирану вначале ничего сделать, то тогда можно быть уверенным, что Тиран, как бы, грамотный Протс, он перемастит и не даст ему нормально выйти, то есть двухбазовая тема навряд ли будет работать. Если же вначале Тиран чизил и что-то там, ну, подхарасил, как бы, то может такая сложиться ситуация, что его больше, вот как сейчас, просто Канина, и нужно вот култи сталкерами нужно стараться, правда, сейчас Циклоны, то есть это достаточно мобильный микс, да, как бы, боевой тоже, надо стараться прийти, вот тут барак сбить, там, я не знаю, ещё что-нибудь подрезать где-нибудь, попытаться. Какая-то Канина, минус гелик, например. Вот, кулона подрел, вот, без потерь, как бы, на поля разменял несколько юнитов, и держать Канина там, собственно говоря, дома, стараться не давать ему ничего сделать. Так, здесь на просто переводим пробу, крошут Банша, у неё так мало ХП, но она так мало дэмэджа наносит, но это стикет просто какой-то. Всё, что строил, вот рабочих было вровень, но 7 Банша, полудохлая обглоданная Банша подрезала. Ну, потому что устраивать дистанц-майнинг такой, когда ты из них все Банши сбил, это вообще было не нужно, култи. Так, сталкер стоит здесь рядом, дарк, приходь на три, вот барак вместе, пожалуйста. Можно подрезать, подрезает култи, делает атаку, и дрэйвен больше не делает. Так, дрэйвен есть, с циклонами сейчас можно афсервера захватить, или даже викингам минус нуль, култи, развернись ты, викинга, за залп заберешь, всем бегут вперёд вообще, все убегают точнее. Дарк на второй, дарк на мэйни, уже погиб, что ли, да, видимо погиб на третий, да, 12 ксм, култи сбрил, ну вот и 60-46 сразу по рабочим, култи добавляют, у него старгейт есть и два добавляются, мазгрелки что ли, мазгрелок, фламка рамки контрит вообще, эээ, этот, мимки, например, торы, там, я не знаю, викингов добавить, лид вика, ауткарреры темписты, вот это уже афсер, так, канинопланетарка на третий, он чё с ума сошёл, планетарку на третий бастров, глупи её сбривают за это просто, минус планетарка, короче, ну это вот неповоротливый типичный мехтиран, мне кажется, канин даже более не поворотливый, потому что таверс получше у меня подыгрывает, так, и уходит вниз, зачем вот отсюда сюда, если можно отсюда, прям сюда было, блинкануться какого, грелочки попёрли, да, ещё проблема в чём, что пока грелок мало, их и циклоны могут откайтить в лёгкую, и танчики здесь есть, култи ушёл наверх, сейчас канин обложит и вот этот, блин, ещё Даркшайн против меха, прям на острие как бы тут разложен, нахрен так Даркшайн как его раскладывает, внимание, да, Ревен есть, Ревен там атакуете, не обкурели, Дефенс Гром запилил, и там пару верчажей выставил, ну толку они никого не бьют, так, две грелки есть, ну это вот, три грелки, пару этих темпистов вылетят и пытаться ткать, темпистом первым можно то есть полететь вперёд, что он здесь не будет пытаться делать, так, несколько-то этих хелбатов подрезал уже неплохо, можно наварпить пару Дарков хотя бы в тыл для чего-то, для того, чтобы как-таки, если Ревеном даст трудить, ими ворваться, это иначе всё, Дарков больше не будет, а это плохо, темпист прилетает, начинает темпист стрелять, стрелять грелочки идут, ну сейчас темпист плюс грелки, два темписта плюс грелки плюс земля и морфлами танкануть, там пару зелков фарпануть, не кто-то сейчас упадёт не собирать, не халки не собирается, наверное не кто-то защищает, что-то опять первые минки приходят, а минки уже очень неприятные Дефенс Дроны пошли, Дефенс Дроны очки нам помогут не спешите вылезать, ещё пару филдов ещё один филд неплохой, 150 култи, 120 конина, кстати, култи-то здесь побеждает этот замес, смотрите минки копаются, их четыре штуки уже надо сваливать Канин это понимает, сваливает у него, между прочим, двухбазовый куш вышел тут сейчас подключат минки култи выбивает остальные все уходят чуть култи на массе воздуха пять темпистов, три грелки у него уже есть, и у култи всё замечательно несмотря на то, что Банши здесь залёт делал, кстати, Банши сейчас фатонку минутут, это будет печально ну как его подбить? а что култи боится? Викинг один грелок ты в пачку просто и иди вперёд убивай шатай вывози, короче и ломай так, минки падают попытка забрать оптейзера оканчивается неудача култи выбивает Канин было с Баншами прилетел отбиваться они летели вот здесь вот только по миникарте я видел но не отбился вывозит Канин ну что же не сказать, что прям вообще уверенно но справился култи с волнением и отбился так прыгаю далее так с четверть финала Кирилл обещал ставки дать так что следите за этим моментом у меня на счету, кстати, 3 доллара 22 цента осталось на Ливоне Испорте 3.2.2, короче, осталось 5.3 1.1 четыре три три пять три Продолжение следует... Продолжение следует... Так, эклер доела, доел эклер, допил кофе, все, теперь можно спокойно комментить. Проставлю счет, пойду руку помою быстренько. Резим готов! Резим готов! Резим готов! А впереди снуд. Ну это тем более хорошо, потому что култи победит, то... У култи хорошая макро, и култи снуд, я думаю, будет интересна, достаточная игра. Резим готов! Култи сможем, култи. Смех. 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 Шум. На наши зомби напали Так, погнали, хорошим Ну что, Stargate Coolty в этот раз играет Против этого, как его, против меха Stargate Openin' В принципе, не будет, потому что можно харасить оракулом Там уже свич можно делать ваше угодно В землю можно даже воздух продолжить Можно грелочек добавить, чтобы там всякие минки не летали вначале Можно даже парой грелок двумя-тремя прилететь Попытаться тирана подхарасить как-то А то, что они не будут био играть То есть это очевидный момент К этому нужно быть просто готовым понимать Что если оппонент не играет био Просто ты играешь против меха стабильно уже А это значит совершенно другой стиль То есть либо ты пушишь Либо ты улыняешь как-то вначале Потому что вначале может не защищён быть оппонент Либо ты там 2-3 бас какую-то делаешь в рых тайминговый Либо ты играешь в самое жёсткое макро Халявишь, просто ставишь в наглую никсуса Делаешь грейды Вот, и пытаешься выйти просто в жёсткий там Короче, перемасить гейтов Много старгейтов, то есть свичи Разные миксы, там воздух Возможно перейти как в прошлой игре Неожиданно Для тирана Можно в размен идти, если тиран выходит Мет, кстати говоря То есть просто-напросто он к тебе идёт Ты к нему стараешься выбить ему цц Выходишь с дарков Плюс блинк, ему нечем сканить Ну, опытный мир тирана Конечно же, Рэйвена обычно подстраивают Во-первых Во-вторых, если здесь стенка будет Тогда и пробить будет непросто Так, попытка подрезать оракул Не так-то просто подрезать оракул Вот он пусть и ушёл Так, торчит и чё-то, походу, долго нас применял Уже волосы выросли Много волос Уже полсантима, наверное, выросло Ну не полсантима Он блинкому Так, десять мариков Вторая факторка пошла Продолжение следует... Так, ну вот, начинается уже Харас Минка две КСМки подрезаны, да? Да Вот сейчас, в данный момент У Култи Ревелэйшн был кинут Третий Никсус То есть, как бы, стандартный, в принципе, опенинг Опа, Минка на вторую Прилетело три пробки Здесь уничтожено было Вот, посмотрите Более надёжный опенинг Култи играет сразу, как против Меха Халявит, получается И вы видите У него уже рабочих больше Больше лимита Как бы сейчас третий Никсус уже будет Ну, дистанц майнинг, единственное Не рано ли Можно и Фатонку в рабочих На Мэне тоже пораньше запилить Там Так, летит Култи Параллельно Медиваку Фактически Но поймать его не сможет он Потому что он тут сбоку летит Канину летает домой Култи прилетает Крампи видит здесь Так, ну ревелай Дистанц можно подкарать Там, как просто не подкарать Откусать нужно его А вот Ревена можно было бы забрать Чуть-чуть Оракула не отдал 4 хп, по-моему, да, осталось? Да, 4 хп Ну что ты, иди сюда поглажу Ну иди на окошко Иди на окошко Дидит Волчок Такс Две туретки на Мэне у конечка Видите, опять же Третью цсэху я не наблюдаю Опять она говорит Это сверхпоздняя третья цсэха Странно, что Вообще с двух бас Меха, ну, как-то я не знаю То есть пуши Пушами тяжело пробивать Если процесс особенно Стабильно развивается Ну, не знаю Мне кажется, что тиранам нужно Уже таким близким К 200 лимитам Меха выходить Потому что В принципе-то что надо Вот уже по периметру Три туретки Он почти защищен Можно погуще поставить Сюда добавить туретку Еще сюда туретку Там сюда Чтобы еще больше было Сделать Инженерка Не работает дальность туреткам Чтоб они еще дальше Начинали стрелять Когда там призма улетает Подлетает Улетает Я не знаю Вот Ну, что-то упор на конин Не собирается делать Так, оракулу паути дал Да Это оракул был сбит торами Кстати, тор Получается Пройдет Ловушка сработает Барак подрезан Сейчас и повторений Сможет добавить Ну, 4 достаточно Конина Я так понимаю Опять Плюс на воздух Грейт пошел Но почему-то Ничего не делается Не знаю Будут грелки какие-то Или штокусе Вот Единственное Что против Меха Должны Заметить Такой момент Нюанс Не стоит Добавлять Например Сейчас грелок С одного Саргита Почему? Потому что То есть Либо ты по земле Продавливаешь Либо ты по воздуху Продавливаешь Вот этот Микс Который сейчас Есть у кранина Он Как бы Получается Если сделать воздуху Ущерб земле То есть Тут юниты Есть Которые Против воздуха Замечательно Работают И Против земли То есть Наоборот Это будет Вложение Как бы Ненужное Получается Выгоднее Там Чарженных Зелков Сделать Сарфонами Они все Сбреют На оклике А грелки Развалят Сатторов И Мариков Вообще В мясо А вот На перспективу То есть Уже Допустим Внук Старгитов Кат И видишь Что у тирана Противовоздушных Юнитов Маловато Осталось Ты Например Добавляешь Воздуха Тогда Да Ути Здесь Пока Эффективно Бьется Пытается Отступить Блин Ну Вот Сейчас Я вижу Чарж Есть Грейт Чаржа Почему Не сделать Здесь Реально Нечем Делков Контрить Почему Какие-то Сталкеры Тупо Одни Не понимаю Что Кукси Делает Сейчас Отдавай Еще Агрессивно Блинкенцу Туда И ГГ Напишем А ведь Напишем Если Блинк Нахер Эти Имморталы С трех Этих Просто Гейтов Сейчас Семь штук Есть Сделал Быстрел Бас Десять Гейтов Делков Плюс Архонов Но Булти Может Не понимал Понимаете Булти Работал На перспективу Не факт Что он Понимал Что тут Выход Идет Уханима Ну и Все Развалился И тут Этот Иммортал Вообще Ник Силу Ни Городу Он Танечка Терри Законтрить Нечем И К черту Архоны Ну не знаю Очень эффективно Очень эффективно Работают Я говорю Чарж Ну с Архонов Такой Микс Ими быстро Очень перемасить Варх Очень быстро И происходит Зулки Годешатся Быстро Геликов Здесь Не так много Было Они были Без синего Фламя Это Очень важно Тоже Так Мазерфорд Пробок Можно перевести Сюда Например Кстати Говорят Клупти Делают Часть Пробок Перевод На всех Перевести Та А че Боится Перевести Так Иморф Еще один Вышел Три Иморф Плюс Сталкер Да не надо Лезть Просто Переводи На дальнюю Базу На вот Этот Третий Ник Все Даже Нету Соплайблок Сейчас Пока Мульти Рядом Будет Танчики На Перераскладке Вот Сейчас Если Она Ломится Так Пять Где Они Пять Они Они В ТУ Что Култи Уже Говорит Зачем Проноварку В ТУ Другой Здесь Пошел Отдался Здесь Похоже На 1-1 Это Очень Сильно Похоже На 1-1 И что Самое Главное Что Могут Зелки В ТУ Вообще Сделать Здесь Даже Помните Здесь Даже Третьей Базы Нет Отбейся Култи Просто В лоб У него Ну Все Он Побеждает Эту Игру И Зелки Стоят Никлина Не Делают Короче Ну И Плюс Зелки Они Там 2-3 Гелика Вышли В Трубат Трансформируют Все Зелки Бесполезно Нет Это Проигрыш Это Даже Ну То 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 Зелки Архоны Зелки Архоны Сталкеров При таком Миксе Нужно Всего Для Чего Они Нужны Просто Плинкнуться Внутрь Вкуснуть Там Баншей Танки Все Они Сбоку Стоят Это Вся Хрень Прыгает Вперед Зелки Архоны Сзади Жирные Как Бо И Все Выпиливают Архоны Выпиливают Тубатов Сделками Быстро Сталкеры Там Внутри Утят И 7 Гитлов Плюс Рога Это Даже Больше Чего Четыре Пахты И Жир Что Здесь Не Отбиться Даже Скулфи Отобьется У Тирана Тццеха Просто Взял Перелетел Новая Бага Здесь Ничего Пошел Последний Замес С пробками Авто Турели Циклоны Туры Все Просто Мясо Разваливается Короче 1 1 Ребята И Потерям Просто Смотрите Потеря 24 На Ултит Все Это Настроил Как Были Найти Ресурсы Он Не Смог Нормально Этим Подраться Ну Что Третью Угрому Сейчас Увидим Так Нерч Хаш Точнее Нерч Хаша Не Убил Хаш Наверное Проморгал Просто Турнир Убил Третья То есть Понимаете Три Роба И Морталы Такой Прирост Важен И Возможен Когда Допустим У просто Четыре Базы Ты Делаешь Грейды И С Тираном Играешь Вразмен С Тираном То есть Он Вышел Например Ты Подрался И Сразу В Робот Их Там Под Бустами там три и даже четыре робота, там четыре Мортала густану, с гейтов на варпал, опять же, и дерешься, как бы, в лоб потом опять. А тут-то не хватало ресурсов пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, 1-1, ребята, погнали. Канин красный, Култи, о, опять Прокси пошли. Барак рядом, но Култи идет в разведку и правильно делает. Против Прокси, как бы, Проксу тяжеловато сражаться. Надо готовиться, надо первое ставить, естественно, этот, кибернетку. Так, или, ну, реклама, или паузу, там, у вас пока что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проверяет Култи, цехи нет, еще нет. А в этот раз, между прочим, сейчас билд даже не в риперов, а билд в мариков, циклонов, плюс старпорт. То есть потом еще и с танками, видимо, пуш стоит ожидать здесь. Култи делает роба и строит сталкеров. Мазеркором разведают. Нужно предельно аккуратно здесь разведывать, потому что сейчас циклон поймает мазеркор, он лишится энергии и будет бесполезен, то есть если он будет вынужден домой телепортироваться, например. Так, что сталкер? Какой сталкер делся? Вот, две штуки уже. Циклон приезжает, не надо даже уверчаши ставить. Так, что Култи боится? С мазеркором бояться точно нечего было, можно было продолжать прессовать. Здесь марики по две штучки будут строить. Сейчас будет танк заказан, да, а медивак делается. Култи роба и мортал, еще сталкеры добавляются. Второго Некуса пока не видно, но сейчас Култи собирается уставить, насколько я понимаю. Здесь пробочку можно было бы ввести просто сейчас и пилончик где-нибудь здесь пилить на второй, либо здесь на халяву. Пока вот здесь катался, тыкнул бы пилон вот тут, или вот здесь. Контерварп туда делает. Ну, пока там Култи Некуса уставить, даже контрварп не нужен пока что Култи. Так, спускается вниз. Интересное решение. Там танк он входит. Нет, под танк лезть точно нельзя сейчас. Ну, Култи понял, в чем дело, понимает, что тут танк есть и отступая чуточку назад, пустится вар. Одного марика подрезал. Либератор делает, кстати. Либератор тут тоже может устроить проблем. Второй барак, то есть, еще здесь и лава, то есть, пока что фугаса закупок. Где тебя? Зачем фугаса? Ну, понятно, мародеры будут цеплять. Я думал, стимпак кто-то первый может делать. А нет, у Култи нету стимпак даже. Еще один гейт, Нексус второй доделывается у Култи. Ну, Култи в надежный вариант обороны играет, это билда. Здесь все рядом стоит. Култи понимает, что опасность близка. Здесь и Нексус готов. Ну, конец сейчас вперед ломанется. То есть, это очевидный момент. Так, что Либератор-то? Ой-ой-ой. Что сейчас, смотри, что творится? Охренеть. Пришел Канин, как же он Култи унизил сейчас жестко. Култи не понимает, что ли, что просто надо назад отступать? Или что он делает? На опыте Канин, Либератор в тылу. Вообще громанул сейчас Култи жестко. Молодец, Канин. Говорит. Морк выпадал. Гейтолк три штуки. Один даже не открыт. То есть, бесполезно дальнейшее сопротивление, фактически. Но сейчас, что нужно было сделать с Култи? Култи покидает матч. Ему нужно было на отступление. Вот так вот он не шел. Ему просто надо было попуснуть этого Либератора и просто упадить и Морк минуя наверху. То есть, не бегать вот сюда, не забегать, не тыкать немножко. Просто назад уйти. Все. Короче, минус Култи, ребят, Канин против Снута будет биться. Култи дальше не пройдет. У Канин непросто. Так, Минато проиграл. Короче, из наших проиграли. Все играют. Была еще с Касом и Димага... Димага еще играет. Димага еще играет. Ну что же, Блай остался точно, Димага я не знаю. А, Димага еще в игре. Он с Зиги до сих пор, видимо, бьется. Но у него оппонент ни Бистик, ни ТЛО, я не вижу дальше. Может, конечно, уже там кто-то и выиграл, но пока ничего не показано. Так, возможно, это уже и ставка есть. Да, Неч Блай! Неч Супер Фаворит прям какой-то тут. Ну, Блай в каком-то супер Агрессивном стиле получится ему стащить, я не знаю. Супер Фаворит Да все нормально, сыграл Коутси, просто Чиз был. Чиз это всегда стрёмно на самом деле и опасно как бы. Ну, еще просто, ну там, кто-то, либератор в тылу вообще как бы. Продолжение следует... 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 уже у Нерча рабочих на 8 больше, 26-34. Четыре бейлинга вперед двигаются со стороны Блая. Плетка взорвалась, но тут у собаки Блая взрывается, и там... Ё-моё, сколько у Нерча Бейнов, 4 королевы. Бейлинг взрывается у Нерча. Блая пытается пройти, но Нерч не дает ему просто так пробежать. Вообще даже группой собак не дает промчать. Блай такой просто, я не знаю, простой. Сейчас я типа бегу вокруг, да, Нерч мне даст сюда забежать и, блин, нагрызу. Мне же не вайфл какой-то, ё-моё, блин. Как ты мимо него пробежишь? Он контролит просто Бэйнами и всё. Не был бы настолько агрессивен Блай ситуация, значительно лучше бы была. То есть просто пораньше бы дронов добавил бы, да и всё. Да, то есть как бы задумку у Блая удалась вообще на ура. Обманул Нерча, Нерч повёлся, всё зашло, но потом реализация в победу просто провальная какая-то. То есть Блай пытается непонятно, что сделать здесь, если честно, как бы, и у неё ещё не получается. У Блая лэйр тоже заказывал ещё 47-39 парабам. То есть вот это стабильное отставание по рабочим от любого практически игрока, ненужное. Так, взрывается цепи хат. Вот это положительный момент для Блая. Взорвал Нерчу хатку. А погодите, почему Нерча лимит на 20-72, на 50? Ё-моё, просто сейчас только что было. А что у него? А, у него 7 роучей, вот что заказано. И скорость роучем. И плюс один у него доделывается. У собак это вообще нивелирует преимущество Блая. В собаках, как бы. Так, здесь два Бэйна делаются. Несколько линдов забегают. У Блая роучи даже и не строится. Вот сейчас Блая отменяет собаками Бэйнов, сморкающихся. Давайте одной собакой 2017 Бэйлин будет менять. Ещё один Бэйлин подходит. Блая, кстати, Бэйлин вернулся. А, люлька, как раз. Ну, роуч ворон у Блая есть, но он вообще роучей отказывается строить. Сейчас почему-то я вообще не понимаю. Заказан спиль. Не, ну Нерча сейчас придёт, и роучами, скорее всего, Блая убьёт. Просто, знаете, он идёт вперёд, у него плюс один мув на половине готовности. Я не знаю, чем Блай собирается это всё отбивать. Я думаю, что ничем уже не отобьёт он здесь. Не, ну шпиль это как-то, я не знаю. То есть ты, понимаете, как бы не знаешь тайминг лэйера оппонента, а Блая вообще не знал, какой тайминг у Нерча лэйера. Ты пытаешься вычесть шпиль. Успешный шпиль бывает только с таймингом более грамотным лэйером. То есть если он чуть раньше делает, пока у оппонента нет скорости роучей, ты как бы можешь, в принципе, да, вшпиливать. Когда у оппонента скорость роучей появляется, то там уже шпиль как бы не так уж эффективен. Хотя с другой стороны, смотрите, Нерч сам вперёд не идёт. Всё такой, Майнгеймс, Нерч играет надёжно. Он просто не пошёл улыбить. Он не видел, что у Блая роучей вообще ни хрена нету там. А у Блая роучей... Хотя нет, 10 у него есть с другой стороны. Вот, ну и Блая удаётся вычесть шпиля. Это просто прекрасно. Но Нерч продолжает своё развитие. Делает плюс два уже рейнжовый грейд. Делает инфестейшн. Сейчас пойдут инфесторы. Как бы дома он с королевами плюс порками выдержит этот Змута Харас. Здесь как бы оверов может Блай пару и подрежет. Но дальше-то какие перспективы? То есть у Блая... Дальше перспективы тоже в рейнжовую играть. А в итоге грейды у Блая хуже. Инфесторы и против роучей реведжеров неплохо работают. Мико закинул от фаерболил там нормально. И вот четыре инфестора уже у Нерча заказаны. То есть тайминг муты не... Нет, тайминг-то может и неплохой, но Нерч уже готов. Он думает на ход, а то и на несколько вперёд уже. В этой игре. А это опыт. Овер-минус. Может быть надежда на то, что Блая перемастит. Ну а как он перемастит, имея меньше рабочих? Тоже вопрос открыт. Выходят инфесторы. Первые без закопки. Их крошить надо! Кроши, Блая, инфесторов. Инфесторов кроши. Первые закрошу. Второго закроши. Да пофиг под королевами вообще крошить надо. Похрен на эту муту. Дерьмовые инфесторы всё будут тащить. Всё, четырёх инфесторов Блая закрошил. Разменял их точнее на шесть муталисков получается. Два всего осталось. Ну и крем с ними. Зато может роучами получится что-то сделать. Два ещё инфестора делает нерч. Ну так себе, конечно. Хотелось бы мутой побольше, чтобы Блая сделал. Но Блая не сделал. Ну-ка здесь фактически ничего. Кроме того, что... Ну как, ничего. Четырёх инфесторов убил. Но мутка-то шесть штук погибла тоже. Что мы имеем? 37 роуча нерча, 29 у Блая и шесть муталисков получается. У Блая 0-0 грейды. Только через два секунда будет первая атака. Здесь уже 2-0. То есть роуча Блая в центре. Просто хлам проиграет нерчовским. Неужели не подойти прям рядом, чтобы с первого залпа столько дэмэджа вошло, чтобы не успел он скид нажать, например. Нет, Блая подходит и там монстрит что-то. 11 реводжеров. Где они все морфятся? А, это у нерча морфятся. Ну, их какие-то синие как бы. Несмотря на то, что нерч красный, это просто у них так они показываются, что синие как бы вот именно в этом получается. Эти роучи покупные. Ну, Блая даже больше вот сейчас по лимиту. Но, посмотрите на технологии. Здесь просто роучи без... Ну, хотя нет, здесь роучи сейчас подземную мумбу. Блуд закопкой. Это положительный, безусловно, момент. Давайте сейчас на шатании грипа просрём у Талиска. Да, говорит, нерч просрём вообще в лёгкую, говорит. Ещё один мегкост пошёл. Фаербулы на мушку падают. Красавчик нерч, он просто... Ну, он умеет на мегкост фаербулу вот эту связку очень грамотно использовать. Так, у Блая 102, здесь 200, короче, лимита. Нерча... Тут ещё у Блая как бы одного овера нет получается. Так, заползание идёт. Нерч здесь мимо пробегает, прям в наглую залетает. Фаербулы власть палился. Ёк-макарёк, блин, ёшки-матрёшки. Хочу матом ругаться уже просто как в Блая. Всё как-то бесшансово получается. Ну, то есть, вроде и лимита много, но, блин, как-то бесшансово всё выглядит. Перспективы где? Перспектив крайне мало, блин. Заходит Блайд, спорки начинает шатать. Какие спорки? Гронов надо шатать. Гронов шатает 5, уже минус 6, 8, 10. Ну, неплохое забегание получилось. Ну, копайся, я не знаю, ползай куда-то. Копается Блайд, если здесь спорки плёс, ё-моё. На четвёртую пытается прийти ровочами пачкой. Здесь есть инфестры. Здесь, я не знаю, есть ли инфестры, но здесь много юнитов, нерчастых. Но запас ресурсов одинаковый. И Блайд построил гидродент, и Блайд уедет сейчас в гидру. Это стопудово хорошо для Блая, но почему он не хочет построить инфестейшн, блин, и построить инфестров, для меня просто загадка. Так-то экономику у Блайд даже лучше. У него есть, получается, реведжеры, как бы, против реведжеров. Ну, то есть, фаерболами можно позиционно воевать даже с инфестрами, теоретически. Потому что всё равно соприкосновение идёт. Да, тот зеркал у инфестры есть, он кинул там микосы. Ползу куда хочу, законом не запрещено, говорит Блайд. А его просто поймали и за ушко, короче, да на солнышко, нерч, вывел просто сейчас этих роучей. Потому что, ну, не надо наглеть, ползти куда хочешь. Четвёртого, нерч, отменяет Блаяд. У Блая там два инфестры, у Блая ещё реведжеры, у Блая скорость гидры, гидры, которые не делает, то есть сейчас принимает Блайд бой, разводняк пошёл, инфестров Блаяф укусит, хорош Блайд, смотрите, четыре инфестров как с куста просто забрил, выгодно, и здесь выгодно подрался. И запас ресов у Блая значительно лучше сейчас становится. Ну, просто нерч там до заказа сделал. Почему гидрула не хочет сделать хотя бы сколько-нибудь гидралисков-то? Ну, пока я смотрю, Блайд перевернул даже, как бы, ну, игру это получает. Так, вот. Здесь хата ставится, нерч пока нет. У Блая прям гигантское заползание здесь идёт реально, то есть тут 24 ров ещё в этом заползании. Ну, у нерча здесь спорка есть, и что тут бывает собирается сделать, я понятия не имею. Через лёд всё будет. Да везде же стационарки много, но не так же заползать прям вообще. Это не просто в наглую, это вообще как бы супер нагло со стороны Блая. Кстати, у нерча запопка. А, нет, есть у нерча запопка. Правда, подземного мува у Роучи нет. Так, в это время в центре там движуха идёт. Фаер болит нерч, Блая не фаер болит, пока у нерча здесь и Микоза много. Нерча 200, Блая 147, уже как он так прёт-то, Блай. Прям так вот надо переть себе, что ли, Блайчик? И чего? Нерч спевает и тылы потянуть. Надо сваливать вон отсюда Блая вообще, потому что его сейчас минуснут просто. Роучи заходят, здесь Микоз фаерболы попёрли. На Микоз нерч идёт вперёд, но сам кидает Микоз. Виннесуют, Блая здесь юнитов много. Ну, кстати, свитч в масс-муту... Хотя тут инфестров у нерча было много. Да, наверное, даже свитч в муту бы не повешал. 200-137, Надежда рухнула вот с этими фаерболами нерча и с провальным Блая Харасом. Вот зачем ползти туда, где тебя ждут уже? Нерч ждёт везде просто. Зачем туда ползти? Дерись ты в лоб 200-200. Гидроден сделал, Гидру не делает, Блай. Сдел инфестров двух, Микоза сам отдаётся, надо подлавливать. Нерчными камикозах там не очень сильно ждал. Короче, 2-0 нерча, ты изи получился какой-то. Поболели за Блая. Всё равно Блая молодец. Лучше Блая редко у нас сейчас выступает, к сожалению. А хотелось бы, чтобы лучше Блая выступали. ИГГ. Что же там Димага у нас? Давайте посмотрим. С Бистиком Димага играть будет. Играет уже или нет, интересно. Так, захожу сюда. Вот Димага Бистик как раз у нас начинается. Ну, каковы шансы Димаги с Бистиком? Мне сложно судить. Думаю, есть какие-то шансы минимальные. Ну, последняя надежда на Диму. Дальше, кстати, победителя не ждёт, между прочим. Вставочки, кстати, даны, ребят. отдаются ставки Кириллам. Смотрите на Ливом и Испорте. Заходите, в общем. Смотрите на Ливом и Испорте. Смотрите на Ливом. Смотрите на Ливом. Так, Димага Бистон у нас начинается. Погнали. Всех наших успел заценить. Ну, Нерч на опыте действовал. Понимаете? Влай отставал всю игру. Ему тяжело было как бы перерывать. То есть он... Когда ты отстаёшь, иногда темп-то игры большой. Это мы видим двух игроков. А ты там бегаешь, бегаешь, пытаешься что-то сделать и просто-напросто не понимаешь тот момент, когда ты уже фактически в плюсе. А ведь Влай был в плюсе уже. У него было там 2000 рессов, как бы он часть потратил. У него где-то 1000 на 400 осталось. У Нерча ничего, как бы. Ну, у Нерча было технологическое преимущество. То есть Влай просто не надо было лезть на рожон. Нужно было чуть посидеть, гидралов каких-нибудь добавить, там инфесторов. Карепку посмотрит. Он поймёт, конечно же, там, что ему нужно было делать. Но не так, как он, вообще-то, пытался там заползти большими группами, которые Нерч принимал на халяву. Я не знаю, подропаться, может, ровучить за окопкой. То есть Нерч очень хорошо законтрил. Понимаете, у него был миксер в лоб побеждает. Его могло расшатать всякие заползания, забегания, там, мутка, короче говоря. То есть Харас. И Нерч, понимая это, он просто наглухо законтрил. Что это? У него там спорок, плёток, везде было у версиры развешано. То есть ничего не сделать. Так, у демаги Лэйр. Что, элегантный Нидус или элегантный шпиль, интересно. Вот уж чего не знаю, того не знаю, как говорится. Так, тут Мариков принял двух демага. Два ушли назад. Их встретили, помогли кореша, там, через депохи прострелили. Вот эти, что за картинка, убийстика такая. Королева какая. Что за королева? Исход всё такая. Загара, что ли там. Я не знаю, что такая королева. Видите, команда, убийстика есть. Да, мой. Не цените, мой. Не цените. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, что за королева. У демаги. У демаги Каскад. Шпиль пошёл у Димы. Здесь у нас гелики есть, четыре штучки. Армори делается, холбат пуш, что ли. Похоже, что будет, да, холбат не пуш, под пуш, как бы, ну, против стиля демаги, кстати, опашу на холбат пуш. Под пуш, неважно. Гелики приехали на халяву. Тобак спалили, штук шесть ещё сейчас от бистик. Надо подальше уехать, демаги спалил. Надо отойти. Чё хп-то геликами? Интересненько, шибы лечатся, но у них медивак такие, такое количество хп, как у геликов, медивак задолбается лечить. Так, шесть майориков, минка, дроп пошёл. А чё бистик в лоб-то не хочет ворваться? Чё он делает-то? Вообще не понимаю, чё он творит. Сейчас в тыл врыв и одновременно холбатый влоп. Да! Так, блин, холбатый лечатся, меня не знаю. Зачем мудрить-то так сейчас? Ну, он, может, не знает, что здесь в тылу нету и базы, как бы, и маги. Вот, что лбаты затрансформились по всем направлениям они заходят сейчас. Здесь минка копается. Нахрен она здесь на минеральной линии докопается вообще. Будет. Крип бистик убирает. Бистик не понимает, что здесь уже восемь муталитских в заказе. Это может, кстати, быть ему ггнчик. Потому что туреток у него нету. А, он ещё и в мех играет, ё-моё. А как он муку-то будет убивать? Меня это очень сильно интересует. Муку собирается отбивать, честно. Так, муку-то, лишь одну собаку убивает. Это явно мало. Здесь мальчик заново вдруг смутка вылетела минус всё. В это время Ревен летит. Гелеки зато на мейне, как они жгут, а? Как бистик ждёт, демага вообще рабочих не контролит. А как он контролит фон денежный? В детстве не были уже. Так, сейчас ещё Ревен залетит. Ревена бистик уводит назад. Инженерку добавил, туретки добавил. Инженерка просто очень быстро строится. Это-то и подрешало. Но, блин, 14 дронов это то, что не нужно было терять. Демаги, конечно же, потому что бистик сейчас сразу же в плюсе становится. Права. Туретки прям с тайминг прилёта муки достраиваются. Вот на секунду позже уже бы не то было. Так, Ревена тут варель ставят. Здесь всё вроде прикрыто. Гелеки катаются. Банша выходит. Так, между туретками демага пытается ворваться, а тут варель запилена. Но в минеральной этой линии тоже туретон есть. заказал. Банша висит, она, а, она безумиза. Ну, безумиза нет, смысле, никуда туда лететь. Так, ну-ка здесь хорошо демага работает. Вистику получается. Выперел газ, то есть выпиливает рабочих, там газ выпиливает, а газ нет, уважен очень будет газовый. 7 рабочих уже погибло. 9, нет, 8 этого не добился. Всё, улетает демага из-за туреток. Цифра какого демага случайно подлетел сюда, понял, здесь может пролететь и улетел и вообще вовремя что вышел в этот момент. Ну, лимита больше демаги и свармхосты пошли. Спасибо. Игра возобновлена. Игра. Игра. так, ну что же, 1-1 убийстика, третью ЦЦ занял. Демаги свармхосты. Ну, свармхосты, кстати, для бистика на таком тайминге это очень опасно. Вот уже начинается ха... ой, как-то хорошо. Голкухты выпиливают депоки супердорогие, здесь и обычные тоже они выпиливают. ЦЦ посадится назад, предспиритулок, там на СК-2Т везде. Всем привет, короче, ребят, кто недавно подошел. супердорогие, вот. Так, ну, понимаю, что ситуация не арти, тут бистик идет вперед, как вы видите. голкухты что-то летели, летели, не долетели. 120-2, 166. Халявный овербл бистик сбил, здесь туреток нет, кстати говоря, вообще на периметре. А, демага все добавляет, добавляется ванхостов, помните, с аверсом у него 30 было. Ну, с бистиком он, конечно, так не будет делать, я думаю, но... Вообще, против меха свармхосты конечно же решают. Опять пачка ловкостов прилетает на дальнюю базу, бистик сразу к ССФу поднимать, ДЭПО падает. Понимая, бистич надо какие-то выходы делать. Здесь делики на вторую приехали в демаге, три дрона по 4 даже пашли. Ситирующих ревозеров в демаге очень немного сейчас. Зато свармхостов предостаточно. 710-128 к уговому лимиту, но я не знаю, демаги а что продают? А, еще 710-128 пошло. Шанс просто крайне маленький, что демага здесь может продавить танчиков, в смысле бистик может продавить, прошу прощения, демага. Демага-то продавливает бамфортами уже. Глокус-то со всех сторон падают, мутка залетает, колбата коров не кроет, это 1-0 пуль на демаге пошло, да? Да, демага-то молодец. Нерч победителя ждет с этим. сверху, так, сверху нам шарсов, канин снут, короче, там так, тоже пара. Есть и тираны, есть и зерги, но фавориты везде зерги. Здесь в первой игре уверена абсолютно победа демаги, если так он будет действовать, то, я думаю, легко и второй возьмет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вторая карта, DimaTorzok Нужно тащить... Так, уснутый польский финал... Не, ну польский финал это всегда замечательно, но... Ну как всегда, не всегда это, конечно, замечательно... Ну а соус нуд это лучше, чем с нуд нерч, как мне кажется... Вот так вот... Ну посмотрим ещё пока... Так, ещё кто-то там базарит нахуй... Это я там на твиче где-то открылся... Ривером залетел, рипера сдул, DimaTorzok Здесь быстренько... И пошёл опять лейер, то есть муску он быстро играет, так понимаю... Выпилил овера на мэне... Так, одним мариком выпил... DimaTorzok бистик. Димага спалил третью СС, спалил всё, что ему нужно, в общем-то, и... Понимает, что Дим... Ага-га-га-га-га-га-га-га. Это не успор ехал. А почему такое решение? Потому что вот что Димага спалил третью СС. Вот. Ну посмотрим, как не дуснёт сейчас Димага. Да, пошёл Нидус. Опа, бистон проезжает. Вот он, Нидус, говорит. Ну а что делать-то? Циклонов по две штуки строить. Я единственный выход здесь вижу. Так, три дрона уже минут. Делики зажигают, но недолго. Один, всё-таки, циклон всего лишь заказан. Бункер на второй, бункер на Мэне. А где Овер, кстати? На Мэн Нидус поёт. Да, и, кстати, у Димаги что самое главное, Армори-то нету. До Нидам. 12 секунд, а со СС... Нидус 14 сделает. Но один циклон только будет к этому Нидусу готовности, получается. Бункер не готов вообще. Рабочих у этих Мариков нужно в бункер заводить срочно. Мариков в бункер сажай, Вась, ты что творишь-то? Мариков в бункер не сажает. Сейчас, короче... Долго очень думал бить их, прежде чем Мариков в бункер засадить. Бункер тянется, кстати, здесь вполне успешно пока бистиком. Рабочих, правда, всё меньше и меньше. Желательно бы взять сюда ещё мулок, выщенку, наверное, я не знаю. Ещё КСМ-ки вы... Ой, чудо, мистик отбивается пока что. Выпилил Нидус сейчас. Но, блин, циклонов ловит здесь, мейл, не ловит циклонов. Нет, ни хрена, пока демаги не ловит. Циклонов мистик разводит, овера пытается минуснуть, овера минуснул, королеву тоже минуснёт. Это ГГнчик, скорее всего, демаги. Почему? Потому что 27 рабочих больше, и технологии лучше. Я не знаю, как здесь демаги реализовывать дальнейшую игру. Так, 4 барака. Так, 4 барака. Так, демага пришёл к двумя роучерами реваджерами. Реваджером делает шпиль сейчас. Ну, а бистик что? Бистик-амарики на стиме уже, как бы, и... Сейчас первые 2 медивака выйдут, и щиты делаются. То есть 3 циклона, плюс масс-марики. Демага тут поатаковала, ушёл тут. Это, типа, фейк, получается, на демаги. Атаковать надо продолжать, конечно. Демаг как будто сам боится пробиваться, ведь там неизведанная за этими камнями сейчас может. Выбегут кабину, развалят этим и неизведанным. И что делать тогда? Сканит бистик, видишь, что здесь? Ничего нет абсолютно. Будет ли мэн демаги сканить? Не знаю. Или второго, или что-нибудь вообще. Будет ли он сканить? Пока сканов не идёт дополнительно. Бараки садятся так, чтобы место под пристройки им нашлось. Так, лучше будет только мешать будет. Барак его лучше. Вот здесь было бы посадить, пристройки стоять или вообще на мэн куда-нибудь увезти. Бистик куда-то пошёл. Какой-то супер хитрый обход. Зачем с этой стороны? Куда он хочет с этой прийти? Так, он просто проверил какой-то прокси здесь бистик. И выход делает по-другому. Всё, марики уже со щитами будут. Медилаков две штучки плюс циклона. С щитами марики нормально будет разваливать. Здесь реактор. Ещё один пошёл. Здесь что-то заказаны марики. Всё, реактор и бистик заказал новые. Туреточка пошла. Мутка летит. Бистик пока мимо идёт этих муталисков. Не видя ничего. Шиньки. И... Не, ну туреточки делаются. Один-один делается. Я не знаю. Я не думаю, что там восемь муталисков крит-дэмэдж нанесут бистику какой-то. Бистик-то хату там выпилит, придёт. А вот мутушка выпилит. Ну что-то ничего, походу, и не выпилит. Так, туреточку бистик не достроил. А марики уже сюда бегут. Так, циклонов не надо загружать. Хат приходит бистик отменять. Бейлингов у демаги нет. Это очень плохо, конечно. Вот тут бистик дожимает. Фаербулы падают. Заходят дальше. Привая от реводжеров мариков. Бейлинги не докатываются. Это один-один, ребят. Оказалось, так близко победа. Это для демаги. Если бы бистик там геликами на пофиг не заехал бы к демаги, то он не понял бы, что там нидусы и не построил бы двух циклонов, то это было бы всё. Получается, что разведка зарешала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... реквизит писание через player помните ставки есть описание канала через картиночку ректис и получите то есть рефералка моя это вот и еще можете конечно же покупать билеты на стримфест которая будет 13 мая приходите там смотреть как то так командный центр улучшен смерть на пороге кому навешать так цены ну что в третью цеху играет бистик отписался там скайпе быстренько отвлёкся ну димага играет лингов плюс королев стандартная хат 3 пока нету ну второй раз качать по лимиту пока в плюсе но у бестика тоже очень и очень халявный билд на самом деле экономически выгодный так рипер пытается уйти куда он уходит прямо мимо королева надо проходить сюда туда-сюда прыгает бистик здесь далеко хорошим попрыгнуть ушел все-таки рипером 2632 барабам барабам ситуация очень даже неплохая хорошо рипера окружили щас собачки минус 0 и 4054 димага в плюсе по лимиту сейчас очень неплохом не вижу пока как какие технологии он выходит но вроде никакие пока и не выходит вести к в этот раз решил биус играть насколько я вижу не играет он в метр понял ли это димага так но он видел как барак добавляют говоря факта на реактор полетела там рядом starport заказан тайминг очень плохой инженерок пока нет грейдов пока бистик не собирается делать надо и газ уже на второй базе видимо добавлять еще один потому что ну если он хочет делать и медиваки и грейды подряд то без газа ему не обойтись никак нет и поперли они грейды подъехали четвертый газ пока не заказывается стенку закрыл бистик вот газ пошел сейчас starport перелезли газозапасом газа хватает висимными деваки и на грейды хватит слава богу сейчас не допускать вроде как запасы сейчас что-то кошечка 1 выйдет и маги что у и маги 9 дронов плюсом парабам в плюсе по лимиту в плюсе третья хата добывается 11 даже раньше чем убийстика заказаны бэйлинг нас есть это хорошо даже медленные бэйлинги тем более крик у димаги уже смотрите порядочно как помогут в обороне от первых врывок там на био юнитами и я единственное не вижу лэйры уже пора бы начинать лэйр делать димага королевчик там все штампуют сейчас пока эти королевы достроить смотрите димага еще тайминг 2-2 себе короче в общем-то ну то есть собьет поздним лэйром а вот пошел нет лэйр заказан нормально королеву отменил что ли похоже что да отменил понял что лэйр не успевает что не знаю что там димага понял но грейды делаются убийстика армари на второй делается бараке еще два варака добавляется делаются приходит бестон скан поджерк милик был милик действительно вот еще криптумар бестик не видят что ли нет не отменил вообще крип в это время один марик наверх приходит можно было бы его вести здесь королевы и пошел перед роб дальше туда на четвертую базу отменять сейчас димаги по катушке у димаги 2 броня заказано уже 200 к 1-1 щиты доделываются марики не надо реактора доделать и не мариков строить 2-2 бестик закажет тоже очень скоро судя по всему ну и кстати халявная база здесь для бестика то есть он сейчас отменит и у королевы пока дойдут пройдет время непорядочно может отменить и папу еще отменит дроны пошли все марики на щитах марики смещаются собаками позицию хорошую бестик занял здесь ну королевы подходили крип близко было я был не прав что долго они пойдут королевы достаточно быстро подошли на лимиты бить это уже больше по лимиту намного чем димаги топаются минки на мэне нет никакой обороны ни спорки ни плетки у димаги ой-ой-ой как минки жахнули по собакам собаки кончаются дроп разваливает мэн 10-11 рабочих минус здесь 20 лимитов нахрен ну не 20 там один медивак не полный был я вам соврал ребят здесь бистик спитанулся немножечко короче бэллинги ничего не отменяют очень плохо у димаги сейчас становится все кроме того что 2-2 у него делается ну дальше 10 рабочих минус 14 сейчас восстановится сейчас битик здесь все здесь захлебнулась атака на мэне игры ты лучше да нету димаги еще все не так уж и плохо на самом деле 4 базы рабочих рабочих даже больше чем убийстика убийстика боевого больше ну и маги сдерживать дальнейший прессинг все нормально крипу прям мне нравится как димага крип тянет димаги крип на самом деле топовый такой вообще он этот момент очень неплохо делает реально димаги могут кем куда-нибудь поехать так что механика у него уже он подглянулся на высоте видно что ему иногда не хватает мотивации видимо голова не тем забита как минуски то есть мы победы как мы сняли другие 108-128 бестонный четвертый пришел начинает напрягать форту надо минуснуть форту не минусует раку частности королевы сбивают медиваки очень много королев медиваки падают все бестик засплетился кстати засплетился так что здесь много потери димаги очередные 9 дронов погибают здесь опять бестик приходит опять крип сбривает блин ну тут и в тылу есть как бы он не может крик нормально выбить весь собаки прибежали два-два линги против 11 маленьких это завязывайте называется тирана тираном просто тяжело пробить плюс 3 барака тем не менее вести к снизу уже сейчас заработают и а 8 бараков будет в общей сложности плюс так что-то цехи пошли плюс здесь три лабы кстати грято есть мародеров он много миксовать начинает не но бестик смотрю блин он пил в бил то тоже играет на уровне на вполне неплохом и при этом и мех он любит выиграть здесь скан димага крипа учащает бестик с этого направления идет наверх здесь тоже скан здесь криптумаров мало перехвалил я димагем крип а бестик вычистил и димага то не восстанавливает как ему восстановить его здесь убивают так минки заходят королев прессует пошли как она слопануло 12 собак минус ребят побегут линги-беллинги вперед их недостаточно очень жестко минки залпы делают 151 118 похоже все-таки димага не выдерживает этот прессинг да там все приходится линги-беллинги 4 королевы сейчас месяц минут заметил у которой энергия попуснул именно ее беллинги катится беллингов так искал бы это не назвал бы это сплитом хорошим хоть маликов немножечко отвел не так как бы они как как стреляли и стреляли далее будем ограде все хорошо ну блин чего-то не хватает у димаги именно в механике битвы не может он нормально сконтролить расконтролить как-то не знаю не на опыт еще нервозно все вперед накидывается отдается беллингов не остается уже обращали внимание что у корейцев например бейлингов нет таких моментов ударку какую-нибудь там или в ялочке бейлингов вообще нет уже идет мило война то есть размена бейлинги дал минки жестко поднимая не заходят бейлинги всегда должны быть хотя бы штук 5 чтобы такого момента не было когда тиран пришел разменялся бейлингов всех убил и все у зерби их нету как бы он ничего сделать с этими так минка лопнула по своим маленьким сейчас неплохо первые два либератор точки точка сбора с эти вереница юнитов какая вперед идет до 159-105 отменяется из 3-3 шубистик отменят вообще плохо очень будет выходит 1 ультрал 3 атака отменяется 3 ультралиска двух либераторов моментально погибает практически еще два ультрала зашла по ним минки лопают сейчас ультрала заход ультрала отдаются расконтроливает бистик все нафиг ультрал зашел опять прямыш либератор 106 на 160 нет минус димага к сожалению бистик против нерча будет я туда и ворву сейчас а что делать все наши все вылетели к сожалению из одной четвертой только была и димага за первый тур смогли пройти бла пищу каст убил димага зиги поляка вот так вот выбивает а было 6 человек нам шар выбил фрэнда слова белыми на то или леканин и был култи так лайкаса вначале первым туда кто-то ну снуд солом играет без нерч просто сейчас будет и потом и потом усё улт ну да и вот и вот и вот и вот и вот и вот как их начинает Dani из или улыбка ссором играет paar ма по поводу городе the first name Продолжение следует... 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 Сэм готов! Сэм готов! Сэм готов! Командный центр улучшен! Сэм готов! Так... Что-то пришло... Так, так, так... Да что ты вниз-то? Так... 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 räoul... Происходящее у него... Как бы, в тупую делал. То, что он делал. Иногда, конечно, это срабатывает даже! Вот. Так, рипер полетел. Пролетел. Ничего не спалил. В эволюшене броня делает. 45-33 в пользу нерча парабам, нахалявил он просто адски. И пока тут бистик с цехой своей летает, нерч-то развивается, между прочим. Три еще овера заказывают. Какие-то... Какие-то там антенны на гелиях, как на этих модные стоят. Можно и радио заслушать. Поехали. У них, кстати, озвучка немножечко другая. Непонятно, какой там бистик едет. Нерч уже раскачивает, смотрите, третью хату. 9 дронов заказано, 54 там имеется. То есть более 60 дронов будет. Ну, тут хату четвертую уже ничь берет. Гидра, Дэн и эволюшен. То есть, возможно, мы уйдем. Гидра, Линга, Бэйлинги, стиль. Но почему один эволюшен до сих пор у нерча? Надо добавлять эволюшен. Газ на третий начал добывать в же базе. 60-47 по рабочим. Сколько у нерча у нерча? 270. Не, у нерча высокий. У нерча всегда достаточно. Может, не самый высокий. Ну, самый ему и не нужен. У него результаты зато какие. Так, здесь делик приезжает. Третью хату палит. Бэйлинг Нест пойдет сейчас. Ну, эволюшен... Так. Эволюшен второй я не наблюдаю. Так. Броня уже доделывается. Видимо, вторую нерч будет заказывать. Или что он там будет заказывать? Ничего пока не заказывает. Просто одну броню сделал и хорош пока. Коготь пошел. Коготь, потом вторая броня будет. А будет удаление игры. А что это дает вообще? Я не знаю, что сейчас дает удаление игры. Какие-то аккаунты там можно новые делать. И что там не можно делать вообще? Из-за удаления игры. Он инсталл вирус. Я про удаление понял, но... Что-то там про адепты будут каких-то. Честно говоря, я даже не понял, о чем они говорят. Потому что, ну... Настолько пристально... Ай, ей 10 лимит и минус. Настолько пристально за старкрафтом не слежу. Ну... Просто минуснул медивак полный. Сейчас нерч не прикольно. Сейчас было очень-очень бистику. Здесь надо заказывать вторую броню. Пока не заказано. Но зато у нерча уже ультралис каверн заказан. И сейчас ультра попрет. Я думаю, вот с такой игрой, как сейчас, линьяч прямо на ультре на этой выиграет. Я думаю, нужно ждать меха в следующей игре от Мистика. Как бы стопудово. Вот. Так, там ходят. Собаки там к Марику дошли. Танк сплош... Дал залп сплошом. И собаку забрал. И сплошом Марика своего еще забрал. Так. Здесь, кстати, можно под микозом отдать на гидреты вместе с медиваками. Все. Тем более, Марики без щитов. Продолжение следует... 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 Так, с Инженерка пошла Как я уже говорил, ребят, все наши, к сожалению, вылетели В та-четверть финала в первый тур прошли Блай Который Касса выиграл Димага, который выиграл Поляка Зиги И Димага проиграл предыдущий матч, который я стримил Проиграл он, получается, как раз-таки Бистику Вот, и выигрывал первую карту Вот, Бистик играет с Нерчом сейчас Здесь у нас плюс один делает Так, танки, еще один медиваг То есть сейчас будет дополнительный дроп с трех медиваг Попытается Бистик Нерча расшатать Но Нерч не просто, Нерч играет через ручки Не Линга королевами он, так, Крептумар, минус другое Внимательный мистик, а так Опа, минус Крептумар Так, здесь на мейн 16 дронов Один минерал, правда, одним рабочим является Дальние тремя, причем на нем и так меньше Сейчас здесь пропорция получится Этого минерала не станет А здесь много, как бы, рабочих пара Станет неэффективнее просто Там 14 нужно будет Ну, хотя, на самом деле Максимум-то по три рабочих можно На минералы они увеличивают Просто они не прямо пропорционально Да, получается, добычу увеличивают После того, как их становится по два рабочих На одну кучку Ну, то есть там добыча увеличивается незначительно Вот, но Тем не менее Тем не менее увеличивается Ну, и нерч будет забывать там просто Третью раскачивать Кстати, нерч вообще через роучи играет, обратите внимание Второй эволюшн пошел Броня есть? Ничего, нерч здесь в этом-то ничего не делает Можно атаку ранжевую, где все что угодно можно делать Хоть атаку, хоть броню Эволюшн и готово, нерч пока Ну, наверное, просто он отвлекся на атаку Вот, как бы и захтыкал здесь немножечко Атака пошла Второй брони пока нет Видимо, ну, не хочет нерч ресурсов на это тратить Здесь танчиками выход с двумя идет Бистик делает выходы Но одновременно от СЦФ он заказывает Третью, почему я что-то видел прекрасно Ну, здесь два танка на ХГ Плюс марики снизу опасно Очень опасно Девять реводжеров Где они? Вот они В районе второй базы Но, с другой стороны, если эти танки подсветить сейчас То они будут уничтожны Просто фаербол Межда вместе Точнее, не вместе Там вообще Поставлены сейчас Нужно подсветчика на ХГ Нерчет понимать Три фаербола Четыре танки Минус Все, танки пробил И Нет, он как бы шарит Что делать нужно Нет оверсира В принципе, оверсир бы сразу был Вопрос с фаербол И минус танки И все Атака захлебнулась Ну, это реводжеры Это грамотно Их использование В принципе Коготь пошел Оранжоу Ага То есть Будет сейчас Три единички Грейды В ближайшее время Ну, потом Чисто милишные Видимо После Оранжоу Нерч перейдет Хотя, может Атаки будут делать Не знаю То есть Реводжеров-то много До сих пор Устается Так, здесь Нерч хорошо Реагирует Спускается Конечно, отдал Но И крип отдал Но Дальше ничего Не так делать Так Здесь собаки Забегают Здесь Танк сверху Снизу Марики Плюс танк Турбов-быстика Ничего не продавить Либератор Прилетает на Третью базу Нерч отошел Сейчас отбивать Все Дома Получается Здесь у нас Либерончик Ё-мо Куда ты зашел Танерчонски Реводжер Минус Реводжер Минус Два Энфеста Терена Выкидывается Реводжеров Подбревает Там Бистик Все-таки Выкидывает Много-много Этих Фаербуллов И подбревает Здесь Дроп Опять на второй Пошел Что-то Затрепал Бистик Нерча На Мэне Либератор Чуть Мультитаск Только пошел Я вот только Сейчас Либератора Заметил Либератора Отбил Вроде как Нерч Королевой Терял Но все равно На уровне 70 Рабочих Держит Стабильно Нерч Перевел На вторую Кстати Большую Пачку А на Мэне Кто-то Бывать Вообще Будет Ну все Группу Сбил Здесь еще Одно Забегание Идет Блин Очередное На дальнюю Базу Так Энфестера Подбрезает Подбрезает Марик Мебистик Нерч Не успел Увести Так Три Дронго На Мэне Возвращаются Судя по всему Да Там маловато Добычи Хайв Есть Ультралиски Делаются Сейчас Можно 2-2 Миличные Уже Заказывать Греды Спокойно Тут Культ Овер Бесхозный Летает Бистик Его Подрезать Попытался Кстати Выход Серьезный Идет Сейчас Очень Серьезный Выход Идет У Мерча Ультралов Еще Не будет К этому Выходу Он Вложил Сейчас 2-2 Сейчас Еще Уникальная Броня Сразу Кстати Моментально Просто Заказанная Пойдет Кстати Бистик Видит Прекрасно Тайминг Этого Ультрал Кеверна Нужно Оставить Пару Реводжеров И роучей Здесь Двумя Реводжерами Можно Спокойно Этот Медивак Убить Пих Пих Минус Медивак Файрбулы Падают Великолепно Они Уже Четвертые Шладать Там 5 танцев Кэшен Попробую Кообею Хотя Если Так Мариков Будет Намекозе Сливать Бистик То Можно И Забрить Так Нерч попытался Этих Мариков Нерч попытался Зайти в тыл В тыл Не зайти Три Ультрала Первых Заказано Важные Очень Для обороны Юниты Так Коучи Идут Вперед Очень Опасно Так Забегать Ксилнагу Бистик Контроль Собак Завести Штук 20 Неплохо Первую Жальзу Фаерболы Пошли Медиваки Нерч Убивает Вижу Фаерболы Четко Накидывает Обычно Четвертую Восстанавливает Вот здесь В этом направлении На эту хату Уже забил Нерч Вообще Целиком Идет На Ксилнагу Бистик Ксилнаги Все видит Танки Отводят Сейчас Так А куда Бистик Попер Вот они Танки Едут Нерч Видит Танки Пять танков Просто Бесхожных Вот Микоз Минус Все пять Танков Сразу Под этим Микозом Здесь Марики Че-то Стоят А че Не стоят Непонятно Ну и Так Медиваки Вниз Полетели Короче говоря Привет СФГ 78 Рус Как Турик Ну Как Вот Идет Смотрите Это не Мне оценивать Как Пока что Игры Интересные Достаточно Идут И Напряженная Димага С Бистиком Напряженные Были Нерч Бистиком Первая Нерч Бистиком Ненапряженная Вообще Была Нерч Там Раскатал Ну Вот Это Такая Смотрю Интригует Немножко Бистик До Какого Вот Момент Сейчас Я Уже Интрига Не Назвал Ситуацию По Лимит По Экономике 84 62 Но Все Так Нерч Он Превосходит Бистиков Классика Это Очевидный Момент На данный Момент Абсолютно Так На 9 Ров Здесь База Отменяется Побежал Нерч Вперед Уже Он Бежит Так Всем Что Он Ищет Здесь Еще Бежит Главное Непонятно Куда Чем Там Искал ХЗ Здесь Собаки Выпрыгивают Марик Куда Судит Марик Это На 2 2 Чем Как Они Бужьют Никак Нужен Шпиль Нужны Кораптеры Уже Чтобы Прикрывать Это Все Дело Пока Его Нет 3 3 Нерч Тоже Не Дел Ресурс Нет На 3 3 Хотя Газа Уже Близко Так Микуза Реведжера Есть Не Успевает Медивак Видимо Поймать Королева Выпиливает Медивак Ой Не Упиливает Улетел Он Чудом Там ХП Просто Смешное Количе Рост Вестик 3 3 Дел Кстати Занимает Сейчас Так Этот Дохлый Медивак Вылетает Правильно Унатавливаем Бистик Вылетать Не Успевает Перезаказывать Хаты Здесь Марик Успел Бистик Одного Только Успел Забрать Не Скочил Большой Косяк Все Медивак Минус Один Марик Выпрыгнул Здесь Королева Еще Дрон Кот Подъехал Покусал Маленько Ну Планетарка На Четвертой Либераторы Да и еще Одна цепка Полетела Центр Таура То есть Бистик Тип Такой Засел Но Сколько Либераторов Давайте глянем Два Либератора Девять Танков Очень Много С двумя Атаками Не Это Серьезная Угроза Для Всей Земли Нерча Но С другой Стороны Если Танки Распличены Там То Тоже ХЗ Как они Зайдут Так Что Инфестеры Ползают Нерча Не особо Их контролить Запас Ресурсов У них Хорош 3-3 Заказан Бэллинг Нес Заказан Стиль С поздними Бэйнами Получается Гловеров Находит Бистик Шатает На халяву Здесь Накинуть Микос И есть Два Реваж Три Реваж Просто Фаергол Медивак Минус Будет Но Такой Возможности Нету Так Зачем Он дал бы Сесть Сейчас БЦ Цех Убил бы На халяву Дает Нес Сел бы И Пока Бистик Соображал Ее поднять Ультрала Там Пару Тройку Соти На то И больше Дэмэджи Нанесли Наверное Так Началась Беготня Несли 12 Часа Оставляет Группу Собак Для Забегания Вот Сюда Здесь Танки Сти Бункер Три Убий Почти Готовы Грозят С Микозом Минку Несли Минус На оценке Молодец Здесь Либераторы Полетают Так Гастов Там Убийти Танков Приходит Такая Отпачка Неслабая Я бы сказал Минус Крип Сейчас Будет Минус Грейтер Спайр Я тут Не наблюдаю Умерча В это Время Забегание Собак На 2-2 Они моментально Выбивают Танк Ультралы Заходят Еще Сейчас Ультралы Нормально Вырезают Тоже Рабочих Против Мариков Блются Гасты Приходят Убиваться Так Ультрал Наверх Пошел Топтать Все Сверху Так На 3-й Проблем Где Продолжать 4 Рабочих Минус Все Гасты Снайпернули А кто Этого Кабана На мейне Завалит С С С С С Привет Передал Затоптал Все Нафиг Че бегает Сейчас Минус Утрал Понятно Медленные Гасты Его Распотрошили Здесь Микоза Мне же принял 4100 на 2500 Ну вроде как У Бистика и лимит был И все у него было Игрыли были Но блин Он не успевает Мультитаски Здесь пока Движуха была Здесь группу стояла Сейчас он ее привел В движение Когда Когда уже Нефть С всеми юнитами Сюда пришел А что Холка-то Сейчас Сюда Держать Так Нифос Погостан Снайпершоты Не проходит Расплес Что Заберут Все Уступленное Получается Погорюс Снайпершоты Один Еще Не два Даже Снайпершота 188 На 107 До заката У мерча Хороший Ну Караптер Пять Нейтрал Всего Хватает Так Атака Нейтрал Снайпершоты 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 Короче Няч против Снайпершоты Судя по всему У нас Венал Классический Я бы сказал Наши войска Атакованы Играет музыка Так, 19 см Не, ну 80 на 180, ребят Короче, тут попытался Бистика как-то частью в размин Пойти частью дома, там отбиваться В итоге просто минус всё и Всё плохо, короче Очень-очень Гасты даже с 3-3 тут две штуки не помогут Ну, а, их не две, кстати У Бистика Сколько? 11 гастов, но этого мало Они вообще без прикрытия Нерч уже вперёд идёт ультро и всеми-всеми юнитами Данное, что гастов Миллиона даже инвизбестик не сделает Не, ну гасты, конечно, Разваливают этих ценных юнитов Ультрава Другие бистик пишет 2-0 нерч, ребят 2-0 нерч Нет против снута Финал Вот так вот Субтитры добавил DimaTorzok 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 Так, что завтра будет? Я хз, что завтра будет, честно говоря Вообще, Бейстрейд ТВ Старлига По второму Старкрафту И Африка Старлига По первому Старкрафту будет Одновременно, причем Посмотрим Субтитры добавил DimaTorzok Так, ну ждем, ребят, короче Сейчас я рекламку пильну Субтитры добавил DimaTorzok Помните про поддержку, естественно Ставки есть на финал, кому это интересно Продолжение следует... Ну что, заходим, ребят? Субтитры добавил DimaTorzok Так, звонок Маше купили сегодня самокат И звонок купили Я подумал, надо, блин, мне тоже звонок купить Звонить по мосту ехать Звонок купили Продолжение следует... 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 Так, 127-123 Ну плюс 2 у Снута раньше Но что-то у него реводжеров по нулям вообще И несвойственная Снута Игра сейчас идет на Малом лимите Получается рабочих То есть агрессивное действие Реально эту Снуту не свойственную Не ручается Делюксовые реводжеры Купленные, покупные скины Эти они крабы большие Пробивает нерч Камни Снут видит это все дело Камни пробиваются Делает сам пару реводжеров По боевому близко Неужели нерч сейчас нерч наломится Он подерется на 1-0 в 2-0 Сейчас пусть вот Снут и грейдер будут Да, видит нерч грейдер Видит, отступает походу Поэтому я не знаю как объяснить Определиться Нерч пришел Потом ушел Снут заходит на ХГ Снута больше по ЛМ Боевому Не, не больше уже Снута А не, вот сейчас больше осталось За счет плюс 2 начал тащить Сейчас нерч Продавливает Да, продавливает нерча Посмотрите Нерч, конечно, реводжера Пытается покуснуть Понимаете, каждый раз Когда роуч Если заводишь Вот так вот Пытаясь Покуснуть реводжера Они огребают Они получают демеджи Снута больше по лимиту Снут продолжает давить Пытается там морфить реводжеров Правда, прямо в бою Но не получает Все, у нерча плюс 2 Доделает Грейды уже равные становятся Блин, а ситуация Крайне близко Снут не продавил Его чуть больше, конечно, лимита Он, получается, победителем вышел Но нерча-то все еще больше рабочих Чем у Снута до сих пор Снут на третью переводится Сейчас Делает еще реводжеров 64-53 по лимиту Будет налом или нет Здесь карта такая прям Контактная очень Десяти фактически Вот От второй базы Прирост от мэна Треть сюда приходит Вот это Пространство снизу И зашел уже Так, заходит Снут в очередной раз Семь используем 52 Перемасил нерча Нерч, кстати, рабочих пару Подстроил Я вижу, что сейчас 52 у него рабочих Было 50 Недавно буквально Попытки Фукуснуть Реводжеров Не очень удачные Короче, похоже На 1-0 Снут Сейчас ситуация Очень сильно И... Капец Кидает нерч игру Что-то нерч в последнее время ГГ совсем писать перестал Что-то у него Период весеннего горения Что-ли начался Я не знаю Может, как бы не видно Да не, я вижу Его текст другой Вообще Заходим в игру Ну и... Продолжение следует... 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 Так, извиняюсь, всё. Больше мне отвлекаться сегодня не придётся. До сегодня, собственно говоря, и... У нас финал уже на сегодня, это крайний матч получается, но... Впереди нас ещё много ждёт Старкрафта в ближайшие дни. И первый Старкрафт там, Африка, Старлига начался. Третий Укат у неё же значительно раньше Смута ставит. У Смута много байлингов, 4 штуки, но они почему-то все дома. Много для этой стати. Так, 58-49, Смута больше рабочих, у Смута всё немножечко получше. Чуть раньше Лэйр, за исключением вот этой вещи. Здесь делается плюс 1, но у Смута отставание будет небольшое, потому что где он? Вот он, Эволюшн. Сколько отставания? Ну, 27 секунд, там 20 до 27, ровно, можно видеть, с какими-то долями там. Вот, рабочих побольше пока. Оба раз качества, но это значит, игра будет беготня Роучер-Эвальтеров. Быстро так всё это дело не кончится, соответственно. Смута Дискнс Майнинг. Они ещё тут лингами просто на Беллингов смута разводят. Смут не пускает собак наверх, то есть он не даёт никакой информации о происходящем. Скорость Роучер пошла у Смута, у Нерча Лэйр ещё только-только доделывается. Ну, короче, чуть раньше, скорость чуть позже, плюс 1. По экономике Смут плюс 56-47 по рабам. Здесь опять же фейк-выход от Нерча и заказ с рабочих сейчас будет. Ну, дешевый Роучер не особо строится, но у Смута на десятку рабов больше, ему нормально, потому что ему уже можно сейчас Роучер, получается, добавлять, что он, собственно говоря, и делает. Маньяч Парабам нагонит. Смотрите, как раз 50-56, и 6 заказано, то есть одинаково сейчас станет. Здесь из зданий, конечно, никто их строить не будет. Ну, с нута 4 дрона заказано. Ну, сразу с нута, как бы, то есть у него чуть больше. Для меня так десяточку держится. То есть все-таки он чуточку-чуточку впереди по боевому. Так, 122-112. Нерч сразу же плюс 2 заказывает. Грейт будет для Смута сразу же плюс 2 заказывать. Ну, по идее, должен плюс 1 доделывается. Ведь все-таки такая макроигра. Да, плюс 2 пошел, Грейт. 140-1122 на 20 лимита Смута больше. Нерчу выгоднее, как-то повыгоднее четвертую брать. У него здесь вот база. Смута, по идее, логическая подальше от Нерча. Вот это ближнее настроено с другой стороны. В принципе, и ближнее можно взять. Так, как бы, Смута. Так, заходит Смут Реведжера, Фокус Мерчу. Нужно ли так агрессивно вгрызаться в армию ему? Ну, 42-120. Фаербулы падают. Смут там внутрь проходит. Блин, ну, это на Фокусе Реведжеров тратится ведь Роучи очень много, я вам должен сказать. Ну, 130, 8, 117. Тут, если Смута как-то сейфово играет, Смута больше лимитов. Так, Фаербулами Нерча там Реведжера Смуту выбил. По лимиту перемасил уже как-то. Фаербул. Заопаздывает где-то Нерча прирост вообще. Ой, Смута прирост. Сзади он бегает. Ну, продавить не продавил. Парабам брови, но чуть больше Смута боевого. Вот он пошел. Да, он понимает, что четвертую как-то не хочется ближнему к Нерцу брать. Ну, и золото пусть у него. Ну, и плохо, конечно. Да, эта база дольше кончаться будет, но золото зато выгодно. Особенно зачем? Всегда хочется держать побольше боевого лимита, который получается. На 200. А золото дает возможность как бы инкама с меньшим количеством рабочих. То есть этот лимит можно, который освобождается благодаря меньшему количеству рабочих, положить боевой. Вот, ну, а тут уже я не знаю, какие лимиты будут. Сейчас посмотрим. У Нерча там сапплай блок. Ой, уснут сапплай блок. Нерч ему за фаерболе ловера, который здесь примерно четвертый летал. Ну, и оба мастятся. В общем, у Смута доделывается плюс два. Будет ли Грейт заказан? Броня сейчас, я не знаю, Нерч пока тормознул. Плюс два, больше нет. Так, привет, фюр-фюр. Что не робит, не понял. Паузброт, что за паузброт? Паузброт, что ли? Паузброт, что ли, не знаю. Смут бьется с Нерчом. Нерч, кстати, Снуту проблевает. Идет наверх. Реведжеров пытается не отпустить. Ё-моё, Нерч переворачивает бой. Как-то, вот нахрен, Снут, блин, равный лимит. Дерись ты, блин, кидай фаерболы, отступай, когда надо. Снут куда-то лезет там с аммирующими. Ты, если армия равная, нахрена ли есть реведжеров проще покусить? Свои же не атакуют в это время. Вот ты и сливаешься в итоге. Вот опять Снут, пока. Ну куда он прет, ну нахрен этот беспонтовый кокус реведжеров надо. Сейчас Снут, правда, неплохо нафокусила. Делает броню, между прочим, даже. Снут 14 реведжеров заказано. По лимиту, по боевому, даже немножечко в плюсе становится. Вот. Месторождение минералов выработано. Так. Задержка 2 минуты на стриме. Не знаю, короче, что там в PayPal. Ну отбился Снут. Сейчас еще броня будет. То есть по грейдам и небольшом плюсике он окажется. Чензинг тут надо прогнать, что ксилнага контролится. Висит здесь овер нерча. Овер минус 171, 175 вообще вровень идут, конечно. Сейчас у Снута броня есть. Блин, броня. За счет брони навряд ли игру перевернешь за ВЗ. Вот при такой движоке. Идут фаерболы там и там. Нечто готовит какое-то забегание одновременно, судя по всему. У Снуту золото, кстати, добывается. И значит инкам Уснуто по-два выше, чем у нерча. Ну немножечко, да, повыше, как и есть. Инкам здесь хорошая позиция Уснуто получается. У нерча прогоняет. Но нужно ли ломиться сзади? Так, овер нерча с Нута минус 171. Пошел замес, и опять, короче, нерч позицию тут удачно умудряется занять. Ну, пытается вступить. В общем, туда-сюда движуха идет здесь. Снут нерчу реважеров попокусил ровучами группой такой. Ну, ровучи потерял всех нафиг, короче. Делает еще нерч реважеров сейчас. В общем, ровучи реважеровые воины здесь идут. Такие жесткие очень. Бескомпромиссные. У Снуту уже плюс два вроня делаются. Короче, когда никто мне про Пайпал ничего не отвечает в конфе. Вот. Так, значит, да, ВР-Пайпал может сейчас там попили как-то опять Пайпал и стук она Пайпал. По-другому. Так, тут хорошая позиция. У Снута, кстати, фронт шире. Нерча загнал в угол, ему некуда отступить сейчас. Неужели пробреет все-таки Снут? Ну и, кстати, грейды, вот эта броня в таком замесе в лоб-в-лоб может подрешать все-таки, ведь фаерболы не все... Блин, чего нет вообще, я в ГГ не пишу никогда. Ну что, захожу в игру, Снут 2-1 повел. Снут 2-1 повел. Так, захожу в игру. Опять я там на месте игрока, надо мне местами поменять. Сейчас Варди поменяет. Звучит музыка. 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 вот на это и правильно считаю самое адекватное никому особо не интересен так ну что хата первая уснута там тоже у нерча самая уснута чуть раньше газ и нерч ставит третью за готовность и пулу это уже интересно и 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 Замечает, что у нерча третий уже есть снут овером. По рабочим снут в плюсе, я вижу, 16 лингов делает с ним сейчас и Беллинг Нест. А у нерча, между прочим, Беллинг Неста нет. То есть теоретически, если снут сейчас будет иметь лингов не менее, чем нерч, запилит бейнов, то он может легко просто отбиться и контратаковать потом тоже так же легко. Собак все больше и больше передбежит снут, и все, Беллинг Нест готов. Сразу Беллинг первый запилен, но второго нету газа. Второй пошел, забегает собаке нерча. Ну а что ты делаешь? Собака вот там ворвалась, отдал собаку. На 5 рабочих, будешь плетку заказывать снут, у нерча ровуч ворон попер. Будет ли снут готов к нерчовским ровучам, хз? Ну рабочих, по крайней мере, снут больше, чем нерч строит. Так, собаки, что у нас, куда они делись? Куда они, сейчас собаки-то убежали, чуть не понял. А вот они бегают, я что-то смотрю. Какая-то точка относительно небольшая здесь и на карте, поэтому думал, что отдал, что ли, нерч, собак. Так, не сливаю от них, нужно мою зачем-то. Я считаю, аж 10 дронов строит, но снут сейчас, в плюсе. Так, не сливаю от них. Так, что-то тут какая-то движуха идет, попытка спокусить бейлинга неудачная. Лэйр там и там, у снута плюс 1 на ровуче пошло. Пара-бам немножечко в плюсе. Снут сейчас вот меня еще дозаказывает, но у снута больше в дозаказе, опять же. Лэйр раньше, плюс 1 тоже чуть раньше. Плюс 3 газа добавлять, сможет снут сейчас какой-нибудь шпиль уже даже поставить в этой игре. Так-то по экономике он в небольшом плюсе. Ну, вот сейчас вот нерч с новым заказом рабочих плюс выйдет. Небольшой. Ну, как-то прям волнами там. То один плюс, то другой. Но, у снута инфестейшн сейчас делается. И так. Здесь второй уэр прям рядом висит. Мне же снут не видит. Сейчас 2 потеряет на муе, просто 1 минус. От второго нерч ушел. Вот зачем? Он мог бы и второго сбить при таком раскладе. А инфестейшн это значит, что снут, кстати, поэтому газа и добавил. С него все газы сейчас добываются. У нерча... Да, тоже все он начал забывать. Но у нерча не будет пока инфестейшн. Это значит, что снут просто инфестера хочет штучки 3 запилить. И, да, вот 3 на весь гад заказывает. И у него будет микос в отличие от нерча. Но у нерча будет тоже чуть позже он. Тоже он инфестейшн делает. Парабам практически вровень идут сейчас. Такая равная игра начинается. Камни снут пробил. Какой-то дрон пока он поехал. А, он вокруг хотел объехать снут. Ну, там собаки стоят на третий. Оп. Хорош. Собак пачку такую принимает здесь. Снут здесь собаки дрона сгрызли. И еще лингов сгрызли. Ну, снут спускается, там возьмет свое он сейчас, безусловно. Здесь овер нерчачи-то залетел прям. А что он залетел-то? Уверсир делал... А, ну, хотел прям уверсира прям в ногу запилить. Было бы пару реведжеров. Пару фаерболла туда пилинуло. Все в порядке. Так, 152-44. Или сам Нерч там делает сейчас инфестров. Сколько у него есть? Уже сколько-нибудь? Нет, нет, у него 2 в заказе, у Снута уже 3 есть. Но они все равно 2 микоза, например, не успеют накопить за это время. Ну, сотка энергии, а у Нерча получается 50, да, как бы в это время. То есть у Снута уже будет 3 инфестров с 2 микозами через минуту, чуть больше может быть. А у Нерча только 2 с 2. То есть там 6 будет, 6 против 2. Плюс у Снута с 2 эволюшн в грейде делаются, но пока по одной атаке там и там, по реведжерам. Что у нас? 8 на 6. Избревает Нерч Снут овер, ну и у Снута уже на 200 оверах есть. Короче, золото там и там готово. Нерч заходит атаковать. Оф, микоз от Снута заходит, фаерболы пошли. А где еще инфестры-то, блин? Вот они, инфестры. Это микоза Снут вроде инфестров больше. А микоз кинул так, что даже фаерболы не смог сюда впилить. Короче, Снута идет вперед. Как-то Нерча здесь все равно больше. По лимиту стало резко. Снут заходит, реведжеры пытаются фукусить, реведжеры фукусить. Роучи тоже падают, фаерболы от Снута падают. Нерч не уворачивается. Смотрите, есть микоз еще у Снута, между прочим. Ну, под заказом примерно вровень сейчас идут Снут с Нерчом. Вот у Снута выходит 3-роуч. Ай, 3-роучи все лишь заблочил. Буквок трипа. А, вот в реведжеры было попасть. Снут не попал. По инфестрам что? У Нерча осталось 0. У Снута 2 без энергии. Тоже они оба. Но по грейдам Снута больше сейчас грейдов. У него 2-1, в отличие от Нерча, у которого 2 атаки. Так, фаерболы кидает Нерча. Снут так активно спускается вниз. Заходит, реведжеров фукуснул раз, реведжеров фукуснул два. Вверху битвы идет. Все, реведжеров отпукусил Снут всех. Я не знаю, он проигрывает или выигрывает за место. По лимиту проигрывает, судя, вот сейчас. Но бой выигрывает. И по лимиту уже флюкусал. Что самое интересное. Нерч пытается вступать там и там. Два ровы, Чпиот. Почему как-то двумя-то Снут попер? Все, Снут уже отступил. Инфестры есть. Инфестры у них скоро будет еще на один мехоз энергии. Нужно ли Снуту лезть вот так вот? При таком раскладе ответ очевиден нет. Нерч заказывает тоже броню сейчас. Ну и парабам Нерч в небольшом плюсе оказался. Так, а что дроны-то? Здесь 14 салют переехали. Дроны с мейна получается. Смотрите, Снут как подконтрали. Вот здесь вот 10 осталось, 8 кучек. Снут и перевел все сейчас сюда. Так, роучи закопал, зарегенил. У Нерча есть закопка? Да, но он почему-то их не копает. Что самое интересное. Блин, Снут не видит, опять позицию потерял. Он побежал-то, я не понимаю. Полроучи-куот свалило. Оверсирут выведет и ближе его. Чего он тупит-то, Снут, я не пойму. Так, идет вперед. Видит часть роучи и Нерча. Нерч сам идет в размен. Снут разворачивается. Ну, блин, ну это тупость какая-то. Оставляет часть юнитов сзади биться. Часть заходит сюда. Инфесторы есть. Микос хороший пошел. Фаерболов от Снута я не наблюдаю. Здесь Нерч сминает Снута. Короче, тут часть юнитов на мейн пошли. А что Снут собрался здесь сделать? Такой группкой небольшой. Как же Нерч его развел дешево, этого дурачка, блин. Сейчас. Здесь заказная роучи в тылу, получается. Ну, тут хат упадет уже. Снут в центре дерется. Сдается 200 в 160 в полимиту, короче. Выходит у Снута прирост здесь. Ну, я не понимаю, это тупость просто. Рабочих всех отдал. Просто на ровном месте игру слил. Придурок, ё-моё. Повесил ловера здесь. Можно было уверсиры повесить и дальше. Блин, и бегает что-то. Вообще не видит ничего. Бегает вокруг. Есть уверсир, вылетит им вперед, ё-моё. Ну, просрешь ты его. Кинут на него Микос. Да и хрен с ним с этим уверсиром вообще. Пошел за место. Снута шестна отручек до заказа. Пытается держаться. Но это очень похоже на 2-2 уже. Отдал победную игру просто. Ну, сейчас. Еще пока не отдал полностью, конечно, Микос пошел. Фаербулл там порой очень падает. Есть еще инцестеров Микос. 160 на 120. Ну, ребят, 44 дрона. Что можно с такой экономикой противопоставить 69 дронам? Да ничего. Боевого 89-103. Я не знаю, может чудо Микоса какие-то там с фаербуллами зайдут со стороны Снута. Ну, у меня сомнения по этому поводу. Ну, у меня сомнения по этому поводу. Ну, далее-то что? Далее это природа не хватает Снута? Или хватает? Ну, пока даже хватает. Ну, у Нерча слишком там какие-то гигантские заказы. Оп, закопались ручи на дальней базе. Но Нерча понимает, что Уснута экономика слаба сейчас. То есть, вот он и пытается давить все эти направления. Там с закопкой посидит чуть-чуть и выкопается. Потом продолжит, в общем, давление. Так, попытка фукуснуть хату. Ну, дал Нерчу фукухату от фукус. И здесь овер доделся. Пока 90 по 106 по лимиту. Но без золота вообще печально все выглядит. Как бы, то есть, инкам сейчас уменьшится очень сильно. 96, 110 пока по лимиту. Два инфестера. Вот это то, что Снута, наверное, спасает в этой игре. Потому что они... Ну, они Микоза кидают. И Снут хоть за счет чего-то преимущества получает сейчас. Хату на золоте восстанавливают. Нет, ставят здесь слева на 9 часах. Нет, ставят здесь слева на 9 часах. Так, ну что, пошла движуха. 170 на 120. Ну, это последний бой. Если как-то Снут его не выиграет. Причем запас. Он проиграет игру. Как Снут умудряется сбиться-то так. Игры ды равные. Контролит, выпиливает реванжеров. Ну, тут прирост, вы видите, вышел. 106, 146. Инфестры живы. Один все еще жив. У него, блин, еще один Микоз будет. Статистику, сколько бы Микозов они выкинули, было бы неплохо. Микозов. Микозов. Месторождение минералов выровано. Так, 125, 163 Лимиты Пятую ставит Нерч, уже пытается Блин, Снуту как-нибудь Снуту бы как-нибудь сейчас С рабочих хотя бы 10 построить Хотя бы 10 Нерча 4 инфестора, все, Нерч понял Инфестор 1 ползает, решает Но Снуту никак Рабочих пока не построить Он все в боевой вкладывает, только благодаря этому И держится получается сейчас Еще реважеры пошли, 104, 119 Блин, он в чистом поле будет нереально Выиграть Снуту Конечно, сейчас Нерч там энергии подкопит Здесь уже Видите, добыча сверху началась У Нерча на 12 Ставит на 3 хату Снут на 1 сидит здесь То есть даже если Снут будет выигрывать бои Ближайшие, он не сможет Как бы до заказ нормально делать У него нет ресурсов на это просто И опять вот, смотрите, та же история Просто У Версира нет, то есть Снут вообще не знает Где позиция Нерча сейчас Где он находится, оппонент его Идет Снут вперед Причем вот в той битве, Канер сюда зашел Иди в размен-то уже Раз здесь, у тебя здесь армия Как бы и Микос Ну ладно, Нерч здесь ближе как бы находится Иди чуть дальше ты там Ну у тебя технологии лучшие, Микос получается Если бы Снут об этом не знал в тот момент Но отступать при таком раскладе Кстати, боевого лимита Снута больше Обратите внимание Вот за счет этого он может попытаться перевернуть Как мне кажется Но проблема в том, что Ресурсов-то все-таки нету Причем если бы Снут до 200 дожил У него реально намного больше Фаерболы пошли по Нерчу Снут заводить армию свою Пытается Нерча сейчас зажимать Какая позиция эта хорошая, а? У Нерча до заказа там просто дичайший Попер и Ну 200, видите, как бы Снут держатся, но ему просто нет Запаса ресурсов Вообще никакого Да, бил свои слова назад Снут, может, конечно и затупил Что не видел позицию Нерчата Но на придурка что-то не тянет он пока В этой игре Потому что что-то они какими-то держатся здесь Ну Нерча Вот, блин, ну тут хайп Шпиль, как бы, бесперспективно Получается, как-то Как-то нужно Снуту выиграть бой Попытаться Да, там уже Нерчка Экста соплая делает Там как он только не мудрит-то здесь вообще Ну Снуту надо попытаться 200 скопить сейчас И проатаковать Вот Рабочих построил сейчас Немножечко даже Нерч Снут, простите Нерч 200 Снута Лимита больше сейчас будет Так Нерч заходит Снуту надо драться Надо драться Снуту По инфесторам что? 5-2 Блин, ну тут один хоть Мехос удачный Снута пройдет Это хорошо Фаерболы падают 7-24 Пока нет брудов У Снута есть шанс Запас у Нерча не дико большой Если Снут выиграет с запасом Например Так, Фаерболы проходит Мехос еще попер Снут получает сам Мехоса здесь Пусть кидает оппоненту Мехоса Но Так, Фаерболы там заходит Да, заходит У Нерчата есть подземный мух То есть Он может быстро отрегениться В отличие от Снута Снута нету подземного муха Брода И Снуту не подняться наверх Здесь слишком много Мехоса Слишком много Мехоса здесь Кстати, видел ли Нерч Мехос этот Видел ли, точнее, Снут Технекестор Я не знаю Вот уже у Ворфиров начинает Нерч Убивать Мехоса Так, не попал Снут Ваерболов Хорошо так накидал Плотненько, но не попал Там третья атака у Нерча Блин, какая-то чудо-игра Просто Снут уже сам запас скопил Тут ресурсов небольшой Пять реводжеров еще добавляет Снут Сколько вообще юнитов Тридцать девять ручей Двадцать реводжеров Два инфестера уснули Там шесть инфестеров Вообще Гидроден попер сейчас Так, сверху там Нерч бегает Снут летает Оверсиром Контролит Будет ли Нерч тут Мехос тратить на оверов Не знаю Блин, Снут его как-то вперед Выйти, как-то позицию занять Попытаться убить просто Нерча Это шанс Но если Снут затащит Это чудо будет вообще Хайф Ой, этот Золото Снут ставит Спускается вниз Мехозы пошли Хорошие Мехозы По аэрпулами Нерч поймал Насколько реводжеров Снуту нет Вот таких хашливых Снуту нельзя было делать Это ужасная ошибка Либо бой ты принимаешь Либо вообще не дерешься Причем последний бой Нужно Снуту принимать Реводжеров Ценнейших юнитов Просто с Нерч На 20 с лишним лимита Забрался Так, опять вперед идет Есть Мехоз На фаербол Нерч Киш попал Но Нерч рискует Он пытается зайти Чтобы Мехоз кинуть нормально Так, Нерч пошла опять Фаерболами Нерч ловил Снута Снут не может Нерча сыт Откидывается Нерч фаерболами Снут сам Мехозит Нерча сам фаерболов Нерч накидывает пачку Такую хорошую 150-200 Опять Нерча 200 Опять его больше лимита Опять фаерболы Нерчовские заходят Снут подрезал ему инфестеров Нету у Снута газа Посмотрите просто Чтобы даже роучей заказать 47 в студии Оооо Миллиард Так, плетки падают Конечно Снута вступает Фаерболами накидывает Сейчас еще Мехоз пошел Фаерболы Снута заходят Конечно, хорошо Но нет роучей Уже спереди Ревенджеры терпят Очень жестко Су-70 на 90 Долго-долго Снутерпел В этой игре И даже в какой-то момент Казалось, что есть шансы Но все-таки 2-2 Все-таки 2-2 И пятая решающая нас ждет Ну, хоть за ВЗ Но финал напряжный Конечно Конечно ГЭС-45 Прямой Погодка Ну, причем Здесь ссылка Которую ты кидаешь Вообще Вот И я твой Погодка 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 Ну что Пятая решающая Поехали Погодка Так Ну что Же Ребят Снут Решил Решающей Карте Просто Сейчас Проулынить Нерча Опять же С Беллингами Насколько я вижу 2-2 Счет Нерч Погодите Нерч идет Врывом Сейчас К Снуту Собаками Здесь Беллинг Нест Ставится Так Снут Сныкал Собак Почему Не хотел Оббежать Вокруг Я чуть не понял Сейчас Нерч Пробежит Увидит Что Хаты Нет Попытается Зайти Наверх Или Не Попытается Да Попытается Зайти Наверх Собаки Забегают Здесь Две Стоят Минеральная Линия Снут Сзади Пытается Окружить А окружит Он Нерча Здесь Эти Линги Уже Навряд ли Куда-то Денутся Выходит Еще Из прироста Здесь Собак Кучка Королева Сейчас Выет Все Беллинг Нес Будет Готов У Нерча Там Ставится Плетка Дома Так Беллингов Снут Делать Рабочих Снут Будет Снут Реагировать Вообще На это Не знаю Через Две Секунды Будет Скорость Плетка Вниз Пока Что Не Спускается 2 Плюс Королева Строится Все Снут Отменяет Там Нерчу Все 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 Надо Врываться Сюда Короче Нужно Так Одного Беллинга Снут Оборонительный Беллинг Здесь Надо Еще Беллинга Запилить Снуту Просто Убить Хату И Все Вот Все Что Снут Нужно И Перейти В Макро Так Здесь Королева Спускается Снерч Будет Пытаться Хату Отбить Здесь 200 ХП Остается Только Ни В коем Случа Снут Не Отходите От Вазы Что Ты Делаешь Так Бля Какой Снут Вообще Тут А Ну Как Так Хотя Нет Смотрите Я Абсолютно Не Прав Я Ватя Делает И Тут Реально На Грани Площад Да Добей Ты Хату Ну Что Ты Бегаешь Вперед Хату Запили Вор Смого Хата Готова Просто Добей Уйди У меня Чего Больше Рабов На Летки Проходят Минеральную Линию Это Минус Нерч Похоже На 8-9 Дронов Падает Что Нерч Скажет Что В конце Интересно Нам Весело Это Беллин Взрывается Дроны Падают 20 Дронов Минус 4-20 Победа Снут Да Ты Был Прав Это Нерч Снут Писал XD Good luck And Aston This Set Вот Да Это Он Писал Нерча Бомбануло Опять Снут Победил Короче Ребят Я Был Неправ Я Придурок Как бы Извиняюсь Перед Снутом На самом Деле Меня Горнуло Просто Маленько Что Потому Что Снут Хотелось Б Чтоб Тащил А Снут Не Тащил Нифига Пыш Когда Тащит Снут Нерча Горит И вот В чем Здесь плюс Абсолютный На самом деле Ну Снут В итоге Втащил Он Молодец Очень Большой Вот За что Ему Респект Этот Турнир Будет Выложен На Ютуб Запись Ребят Помните Об этом Короче Пацаны Всем Громадное Спасибо За Внимание Сегодня Я Не буду Делать Стоп Старт Возвращаться Завтра Будет Бэйстрейд ТВ Старлига По Второму Старкрафт Австрика Старлига По Первому Я Не знаю Как Там Поступить Что Выбрать Посмотрим Короче Говоря По Ситуации Какие Там Матчи Будут По Интересности Ну А на Сегодня Закругляемся Поздравляю Снута С победой Такой Мерзкий Нерч Еще Мерзкий Жан Реально Не Пиши Ничего Там ГГ Еще Ну Там Типа Желаю Чтоб Слился В осте Может Снут Такими Темами Будет Тащить Так что Ребят Всем Пока Спасибо За Поддержку За Внимание Вот Увидимся Короче Говоря Увидимся Завтра Наверное Не знаю Не Завтра Мы точно Увидимся Просто На какой-то День Не уехать Будет Короче Спасибо За Внимание